здравствуйте здравствуйте спасибо что нашли для нас время и говорить сегодня мы конечно же намереваемся о втором туре выборов местного органа власти спасибо за приглашение в начале самой предвыборной кампании как вы ее оцените чем она отличалась от предыдущих все-таки для вас это не первая кампания к большому сожалению муниципальные выборы выборы примара и муниципальный совет кишинева всегда отличается такой излишней политизированностью то есть что угодно только не о городе к большому сожалению мы же предпочли в этой избирательной кампании как в первом так и во втором туре говорить исключительно о городе мы не говорим о политике по нескольким причинам не место политики в городе вот за четыре года как я исполнял мандат данными избирателями муниципального советника муниципального совета кишинева политических вопросов состояло ну может быть меньше одного процента это именно переименование каких-либо улиц либо какие-то декларации все больше политики в городе нет в политики это плохие дороги в политике очистные сооружения в муниципальном совете минут в городе в хозяйстве это вопрос а по канал это вопрос общественного транспорта вопрос ремонта крыш это вопрос очистки улиц в зимний период и покраска в летний период для того чтобы люди видели дорожные разметки вот что это город город это не политика но к сожалению наши оппоненты не могут победить честно они вынуждены апеллировать скажем так применять революционную риторику что на самом деле очень печально потому что может быть кого-то эта революционная риторика задевает и люди не голосуют исходя из насколько эффективный менеджер мы сейчас выбираем менеджера города кишинева муниципе кишинева а выбирает исходя из насколько красиво он говорит о борьбе с олигархами или с еще какими-то близкими к ним политическими декларациями а вот геополитика в том числе говорили что ну если в первом туре удастся избежать то во втором уж она станет самым главным аргументом стало стало наши оппоненты ну и в первом и втором туре они это применяют несмотря о том что мы подписали соглашение то есть партия социалистов вместе с блоком акум на уровне парламента подписала соглашение раз как только это было сделано и было назначено дата выборов партия социалистов предложила заключить после первого тура партия социалистов предложила нашим партнером по коалиции в парламенте заключить такие же соглашения на местном уровне о сотрудничестве муниципальных советников сотрудничать в районных советах по всей республике сотрудничать в местных советах там где у блока кому-либо у партии социалистов не хватает собственных голосов для формирования большинства вот необходимо сотрудничать и практика разум показа что необходимость такая калиция для чего потому что именно в рамках калиции можно обсудить наиболее оптимальные проекты и одной части партнер и другой то есть партии социалистов и блока кум и выбрать наиболее оптимальную стратегию развития то есть проекты решения для помощи людей решение вопросов если не будет какой-то постоянной структуры действующей то каждый вопрос это будет бешеные дебаты в рамках заседания мы местных советов районных советов муниципальных советов это будет бешеное обсуждение этого можно избежать и значительно эффективнее работа пойдет если будет определена коалиция то в рамках постоянного бюро коалиции делегированные от каждой части представителей могут быстренько определиться с приоритетами решений с приоритетами развития города кишинева мы поговорим еще по коалиции в отношении кишинева но сейчас вот я хочу поговорить о самих кандидатах ведь смотрите впервые по моему было так что оба кандидата они представляли партии власти и как вы полагаете это сыграло положительную роль в самой компании либо нет это сыграло но я скажем так опять же исходя из того что мы партия социалистов и наш кандидат апеллирует к разуму о людей то есть сразу в чем заключается мы предлагаем нашу программу мы говорим наша программа наиболее лучшая наша программа предусматривает раз два три четыре пять и она отличается от программы или отсутствие программы у нашего оппонента потому что раз два три четыре пять на этом основании мы сталкиваемся с критикой вот это действительно так потому что очень многие но городские жители не давайте скажем так и честно признаемся они где-то даже разбалованы если в соседнем доме мы починили крышу а в соседнем другом доме мы не починили крышу то жители этого дома начинают обижаться мы пытаемся объяснять уважаемые друзья в муниципальном совете муниципальный совет это кто те кто не понимает это что-то вроде парламента города кишинева а примария это правительство города кишинева дорогие друзья у нас в правительстве не было ни одного человека у нас нет исполнительных рычагов и вот в законодательном органе у нас из 51 всего 19 советников и мы умудрились много сделать мы свою предвыборную кампанию исполнили почти на 60 процентов мы по 2015 года обещание на избирательной кампании 2015 почти на 60 процентов мы приблизительно подсчитывали эти моменты наш же кандидат для того чтобы избавиться от критики о том что ты правящая партия ты был министром четыре месяца когда ему задают вопрос я был ошарашен его ответом если говорить о господине анастаса господине анастаса нашим оппоненте во втором туре я был ошарашен это есть видео это в каждом его лайве в каждой его публикации есть когда он использует знаменитую фразу джона кеннеди это после инеграционной речи 61 года когда джона кеннеди выступал перед огромной аудитории там по моему больше миллиона человек было он сказал не спрашивай что страна может сделать для тебя а спроси себя что ты можешь сделать для своей страны но самое кощунственно и самое ужасное это когда министр который находится четыре места четыре месяца на посту министра и в действующем составе правительства он на вопрос своих же избирателей что ты сделал на министр он отвечает вот таким образом не спрашивай что страна может сделать для тебя что ты можешь сделать для своей страны отвечаем четко ребята да мы не справились здесь 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 но зато мы смогли сделать раз два три четыре пять нам есть что показать что мы сделали мы не говорим такой риторикой с нашими избирателями это пошло это вульгарно вот так разговаривать своим избирателям тебя делегировали ты обещал что будешь бороться с режимом тебе дали все инструменты борись покажи хотя бы одного закрытого человека по схемам контрабанды отмыванием денег и так далее так далее так далее вот огромнейшее непаханое поле вот работы знаете что он отвечает нашему кандидату на дебатах на одном из телевидении отвечает это не функция мвд это в прокуратуру откройте уважаемые друзья уголовно-процессуальный кодекс и посмотрите при на компетенции мвд именно то что говорит контрабанда и другие схемы криминальные это занятие министра внутренних дел министерства внутренних дел как минимум это анкетирование фиксация открытие уголовное дело и потом уже это занимается прокуратура в суде это вы сейчас к тому говорите что вы считается что не не справляется с этой должностью вряд ли справиться совершенно вот так вы полагаете совершенно хорошо а почему вы уверены что ваш кандидат справиться потому что тоже смотрите кроме образования да знаю что у ивана солидный перечень но каких-то таких вот должностей вот уровня там министр насколько я знаю он все-таки не занимался замминистра замминистра да но это все-таки другое замминистра я помню будучи замминистра образования в причем он был самый молодой замминистра образования он реализовал наш те все кишиневцы знают молодежные центры арктика напротив чуть ниже мединститута напротив цена который был реализован во времена правления госпожи гречаной 80 плюс еще 82 по моему или 84 уже точно не помню молодежных центров по всей республике было реализовано это инициатива и программа внедрена нашим кандидатами очень мало это он внедрил но отвечая на ваш вопрос могу сказать следующее иван чубан и он чубан он наш кандидат он отказывается он сейчас находится в хорошем месте вице-спикер парламента прекрасный кабинет который достался от ремонт был сделан в парламенте достался от предыдущей власти которые постарались в бухали кучу денег но тем не менее у него есть машина у него есть то есть внимание пресса что еще нужно человеку но его семья здесь живет его семья ощущает то те же зловоние от очистных сооружений гуляет по этим же убитым сквером паркам дорогам тротуаром и этот человек искренне я смотрю в его глаза я искренне вижу то что человек хочет сделать что-то он отказывается от поста вице-спикера парламента от мандата иммунитета депутата от мандатом депутата отказ для того чтобы стать генеральным примаром чтобы решать реальные вопросы горожан и он это уже сделал в предыдущее время он отказал он же был депутатом он отказался и возглавил фракцию социалистов в муниципальном совете вы сравните он уже своим примером сказал что ребята я уже так делал вы замечали чтобы он занимался чем-то нет он занимался исключительно вопросами муниципального совета да он потом стал пресс-секретарем президента потом вынужден был отказаться от этой должности но он готов обратно вернуться он не использует это и он когда говорит об этом он говорит я буду генеральным примаром все четыре года он не будет использовать этот пост для того чтобы стартовать президентскую кампанию избирательную или в парламентскую кампанию избирательную ему это нет необходимости мы ну остро заинтересованы вот давайте так вот и даже в политическом смысле этого слова показать результаты развития города и самое главное наш кандидат это тот человек который заявил он готов приостановить членство в партии социалистов почему потому что он желает быть примаром для всех кишиневцев а не только для сторонников партии социалистов включая пригорода этого не требует но он он готов это сделать показать свою добрую волю готов продемонстрировать что можно заниматься не политикой а только хозяйством города кишинева на посту генерального примара и он это сделать знаете если мы говорим с вами о результатах первого тура то очень неожиданными оказались цифры в отношении дарина киртака я хочу вот у вас в опытный человек вот в этих муниципальных во всех до перипетиях как вы себе это объясняете как вы можете зрителям вот кто кто за него голосовал результат дарина киртака это недоработка блока кум и господин анастаса понимаете то есть те избиратели двадцать две тысячи голосов если я ошибаюсь которые проголосовали за дарина киртака я думаю что все люди прекрасно в том числе жители рыжкановки ботаники за него там в основном старой почты проголосовали за него не только жители пригородов я был удивлен но здесь две составляющие первое господин киртака действительно сделал грамотную компанию популистская вульгарная компания но с точки зрения вот пиар-технологии он говорил вообще не о городе он говорил а мы на москве танки путин он только геополитическую риторику взывая к сердцу то что он делал 10 лет подряд в итоге он он же в 2007 в 2011 дальше 2015 и вот три срока он об этом и говорил он о чем говорил он говорил унире мари он говорил русские танки но в итоге мы выбрали кого мы выбрали тот кто говорит об унире мари румынских и русских танках в итоге унире мари не состоялось и не состоится русские танки так и не пришли а в городе воняет в городе разбитые дороги в голоде в городе троллейбусы по завышенной цене которые он закупал в городе муниципальные предприятия на грани банкротства город должен термоэлектрики 1 миллиард лев в результате правления господина Кертуаки. Это результат того, что люди выбирали не умом, не разумом, а сердце. Вот им где-то близки эти чувства, особенно в 2007 год, на фоне недоработок бывшей коммунистической партии. Он спекулировал на желание жителей жить как в Германии, как во Франции. Но в Германии, во Франции высокий уровень жизни не потому, что они говорят об унире-маре, а они говорят об эффективности производительности труда, они говорят об отсутствии коррупции, они говорят о выплате больших налогов. У них налоги в 3 раза больше, чем у нас, дорогие друзья. Об этом разве вы не знаете? Пока один молдаван соберет от верочка один трактор, за это время немец 15 тракторов соберет. Вот в чем вопрос. Эффективность производства, эффективность результата труда. Вот о чем они говорят. И у них получается, они открывают, они развивают свои рынки, они развивают экспорт. Им все равно, куда продавать. Хоть к черту, они все продают, понимаете? А у нас наоборот. Мы не будем дружить с русскими, будем закроем русские каналы, потому что почему? Здесь есть русский рынок и так далее. Наш кандидат поэтому говорит, давайте перестанем. Сколько можно экспериментировать над нами, горожанами? И в том числе и с жителями пригородов. Ну вот так вот уже экспериментов. Хватит. Давайте выберем по принципу хозяйственный, нехозяйственный. Знает город, не знает город. Есть программа, нет программы. Есть видение, как утвердить генплан и каким должен быть генплан города или нету? Вот что нужно выбирать. Нужно, наверное, посмотреть на то, как проголосовали жители колонницы. Жители колонницы. Удивили. Вот показатели. Я об этом. В первом туре кандидат от партии социалистов стал премаром колонницы с большинством в совете. Второй тур для левых кандидатов всегда был сложнее. Левая политическая ориентация. Вы учитываете этот момент вообще в подготовке своего кандидата? Что делаете? Ну, во-первых, если вы... Наш кандидат не нуждается, скажем так, в подготовке. Мы понимаем, мы видим опыт предыдущих выборов. Опять же, седьмой, одиннадцатый, пятнадцатый в прошлом году, выбор в восемнадцатом году. Мы понимаем это прекрасно. Именно поэтому мы предложили жителям города. Мы дали возможность жителям. Мы говорим, что, дорогие друзья, вот наша программа. Очень амбициозная программа. Она решает, ну, если не все проблемы жителям, невозможно решить за один срок то, что копилось 30 лет вот с момента развала Союза, вот накопилось у нас разбитые дороги и так далее, и так далее. Но главные вопросы, главные беды, трудности кишиневцев можно решить. Понемножку можно решить все, но это любой город нельзя изменить за четыре года. 10-15 лет реально полностью сделать неузываемый город при грамотном планировании. И мы говорим, ребята, давайте опять же, я повторюсь, мы говорим о хозяйстве. Мы это можем сделать, но в ваших руках дать нам инструмент. Дайте нам инструмент преобразить город. И мы его сделаем. И дальше избирателю решать, что он выберет. Голосовать, опять же, за танки, за мы на Москве, чумароши, как стал наш. Это вульгарно, то, что использует риторику наш оппонент. Либо голосовать за программу, за развитие и аполитичного кандидата. Это выбор жителей. Но вот говорят, что именно потому, что пригороды в Торонторе поддерживают кандидата от правых, потому правые чаще... Мы с нами только что сказали, колониться. Да, и не только колониться, там, по-моему, еще какой-то пригород проголосовал. Водоловоды с первого тура, ватра с первого тура. То есть, как они поведут себя в Торонторе? Будут ли последователи вот этих... Мы наблюдаем следующий момент. И мы апеллируем, ну, давайте так скажем, к думающей части населения. Всегда будет часть избирателей, которые эмоционально реагируют на... Эмоционально выбирают, куда ставить штампик. К сожалению. И они не должны потом пенять на нас или на кого-то. Вы сами виноваты в своем выборе. Вы выбираете. В избирательной кабинке никто вас не заставляет ставить туда или туда штампик. Но прежде чем поставить штампик, нужно не выбирать эмоционально, а нужно подумать, а почему ты выбираешь этого кандидата, задать вопрос, что ты ждешь от данного кандидата. И мы наблюдаем следующее. Мы, вот опять же, результат господина Киртуаки, вот насколько я его называю господином недомерком, потому что за 10 лет он мэром так и не стал. Этот результат Киртуаки это недоработка господина Анастаса. 22 тысячи человек не захотели голосовать за Анастаса. И я уверен, что как минимум большая часть из них не захотят голосовать за него. И есть огромное количество думающих людей. Заметьте, явка в этот раз очень низкая. Я поняла, но господин Киртуак призвал свой электорат поддержать господину Анастаса. Вы как считаете, он не имеет? А вы слышали, как он призвал? Я слышала сразу же после результатов. А вы слышали, как он призвал? Как вот он это говорил? Он что сказал? Пока, если господин Анастаса скажет, почему он украл 7 миллионов долларов, эр Молдовы имеется в виду, если господин Анастаса расскажет его отношения с ЦОПами, с олигархами, если господин Анастаса еще расскажет целый ряд обвинений было от Киртуаки в отношения господина Анастаса, тогда я его готов безоговорочно поддержать. Господин Анастаса не ответил на эти обвинения. А давайте вспомним, он все-таки был прокурором, прокуратура транспортная занималась проверкой эр Молдова, и в этот момент он становится финном владельцев на то время эр Молдова. То есть, ты находишься в структуре, которая проверяет эр Молдова, и ты ступаешь с ними в родственные отношения, и после этого ты уходишь с прокуратуры. Но здесь уже есть элемент недоверия, скажем так, как минимум повод недоверия. Вот эти моменты господин Анастаса не объясняют своим избирателям. Но избиратели нельзя считать, что избиратели все дураки. Очень многие помнят эту информацию, и у них вот знак вопроса висит, и этот знак вопроса не погашен. И вот господин Киртуа как к этому и апеллировал. Ребята, я готов вас поддержать, но раз, два, три, четыре, пять обвинения. Ответьте мне на эти вопросы. Господин ЦИКу то же самое сказал. Он его готов поддержать, но с условием, там у него уже другие обвинения были в адресе господина Стаса. Он обвинял его в соглашении с нами, в калице с нами и так далее. Опять же, часть избирателей, которая проголосовала, ЦИКу получил, по-моему, пять процентов, если не ошибаюсь, часть избирателей, которые проголосовали за ЦИКу, почему они за него проголосовали? У них что-то вот йоркнуло, что-то зацепило их. Не захотели они за господина Стаса проголосовать? Я думаю, что часть из них так и не пойдут. Хорошо, понятно. Ваша логика ясна в отношении господина Стаса. Поясните в отношении господина Чебана, откуда он будет брать свои голоса? То есть вы все-таки надеетесь на какие-то кандидаты, на их, как-то вы сейчас начали говорить оттуда, оттуда, либо все-таки основной упор будете делать на то, что выйдут те, кто не вышел в первом туре. Вот они могли бы тогда сыграть свою роль. Вы надеетесь на то, что они выйдут во втором туре? Вот смотрите, достаточно вспомнить прошлый год. Ну, во-первых, в президентскую кампанию в Кищеневе за президента 180 тысяч проголосовало. Раз. Ну, президентская кампания это другое. Да. В прошлом году местных выборов во втором туре за нашего кандидата проголосовало плюс 26 тысяч голосов. То есть от первого тура мы набрали плюс 26 тысяч. То есть было 90, стало у нас 116 тысяч. Мы плюс 26 тысяч набрали. Мы уверены, что в этот раз мы наберем больше. Почему наберем больше? Я общался со многими знакомыми. У меня есть люди, ну, скажем так, полностью молдавского менталитета. Есть часть знакомых, которые идентифицируют себя как румынской идентичностью. Вот они говорят, я говорю на румынском языке. Я их не осуждаю. Это их выбор, это их право выбирать, как себя идентифицировать. Но это думающая часть населения. Эта часть населения, ну, скажем так, классический средний слой. Там кто-то из них, вот моя знакомая, она много лет проработала в кадастре. То есть человек, который обладает специальными знаниями, человек, который понимает, как функционирует регистрация участков, как функционирует примария. Другой человек работал в министерстве, на замначальника одного из дирекций. Третий человек майор полиции. Чтобы вы понимали, так вот, вот эти все люди, они представляют срез общественного мнения определенной категории населения, то есть думающие населения. Так они говорят, а мы не хотим голосовать за Настаса. За нас они не хотят голосовать, потому что, опять же, под воздействием вот этой старой пропаганды, мы на Москве, русские танки и так далее. Но наш кандидат говорит, ребят, а я не буду примаром для сторонников партии социалистов, я буду примаром для всех. Ноль политики будет в городе. Только хозяйство города, ноль политики. Никаких русских танков, мы на Москве, мы на, там, не знаю, ЦРУ или ФБР и так далее. Мы занимаемся только. И людям это нравится, потому что это правильный подход. Если руководитель предприятия будет говорить у Нира или Варбеште, Молдовенеште, Руманеште, это предприятие развалится, так же, как развалился наш город, к сожалению. А за господина Анастаса, который он о городе ничего не говорит? Вот заметь, вот я обращаюсь ко всем, проверьте его предвыборный стартовый ролик. Прекрасный ролик, замечательный ролик, но он не о Кишиневе. Не слово о Кишиневе, дорогие друзья. Он говорит, какой прекрасный, как Примар Арада, Тимишуар, Албаюля, Клужина, Как они замечательно обустроили свои города. Он говорит о румынских городах, ребята. А о Кишиневе что ты говоришь? Ноль. О Кишиневе ноль. Ты говоришь о политике, ты взываешь, он специально это говорит, чтобы взывать к аудитории унионистов. Вот та аудитория Киртуаки, господина Цику и так далее. Но ноль о городе. И вот достаточно значительная прослойка, вот часть процентов избирателей, которые не вышли, у нас явка 37, по-моему, средняя явка была, не вышли на выборы, они возмущаются вот этим. Они говорят, ну сколько можно, мы на Москве. Они все ждут, русские танки, все ждут, все ждут, все ждут, и блин, все не приходят, они приходят, они приходят. Сколько можно? Хорошо. Вот такой интересный вопрос, на самом деле он интересный. Выгодно ли блоку АКОМ, чтобы Настаса стал генеральным примаром Кишинева? Может быть, здесь нужно подумать? Интересный вопрос. Вы знаете, я, наверное, может быть, это некорректно, но давайте будем говорить правду. Мы общаемся со многими представителями, в том числе наши депутаты с блоком АКОМ. Блок АКОМ состоит из двух частей. И мы наблюдаем большое недовольство внутри блока АКОМ, недовольство нашим оппонентом, господином Анастаса. Мне кажется, министр внутренних дел должен быть более сдержанным, более взвешенным и категоричным, а не заниматься истериками. И мы видим, как это происходит, и заниматься манипуляциями. Знаете, когда кто-то пытается на себя что-то примерить, есть такое выражение «не по стенке шапка». Что-то вроде того. И наш кандидат, он представитель переговорщиков, скажем так, когда создавалась коалиция блока КУМ, наш Иоанн Чуман, как и другие четыре или пять депутатов участвовали в переговорах. Процесс затягивания переговоров затянулся только с господин Анастас. Потому что разумные люди понимают, вот переговор в чем состоит. Вот стандартно, это любое. В том, что каждый немножко должен пойти на компромисс. Совершенно верно. То есть, господа, мы такие, вы такие, у нас очень много разного. Вот давайте то, что разное, мы уберем, оставим то, что общее. Общее – это интересы граждан избавиться от режима плохотнюка и решить вопросы граждан, решить вопрос пенсии, решить вопрос повышения уровня жизни и развития экономики Республики Молдова. Вот что важно. А потом будем говорить мы на Москве, Европейский Союз или СНГ или Евразийский Союз. Это все потом. Язык – это все потом. История – это все потом. Сначала надо сейчас вот это решить. Так вот, процесс заключения договора по коалиции затянул сам господин Анастас. Ну, в итоге это было сделано, но мы видим четко. Я могу сказать по своим постам в социальной сети. Мне очень много лайкают, положительный, скажем так, лайк, отзыв ставят представители блока АКУ. Это о чем-то говорит. Да, это интересно. Вопрос формирования коалиции в Кишиневском муниципальном совете. Смотрите, Иоанн Чабан однозначно говорит, да, это должен быть союз АКУ плюс партия социалистов. Я не понимаю до конца позицию господина Анастаса. То, что я слышала, вроде как у него нет пока позиции. Есть позиции. Вот поясните. Объясняю. Это манипуляция. И я взываюсь сейчас к думающим людям. Вот посмотрите. На республиканском уровне, ну, во-первых, давайте вспомним слова господина Анастаса. Они когда-то подписывали между собой соглашение, что не вступят в коалицию с партией социалистов. Абсолютно глупо. Нет, что они не вступят в коалицию ни с кем, они говорили. В том числе партию социалистов В том числе мы доказали на практике о том, что мы не состоим в каком-то сговоре с Плохотнюком и так далее. Мы сделали заключительную основную часть борьбы с режимом Плохотнюка сделала партия социалистов и президент Игорь Дадон. Дальше. Мы сказали отказываемся от общего, мы заключили соглашение. И это соглашение действует. Мы сказали, ребята, у нас есть соглашение на уровне правительства, давайте сделаем на местном уровне. Господин Анастаса говорит, что он не пойдет ни на какую коалицию. Знаете почему? Избирателей, которые, к примеру, голосовала за ЦИКУ, за Киртуак и так далее, это не очень понравится. Но самое циничное в том, что он все-таки это сделает после выборов. У него другого выхода нет. Я повторюсь, для того, чтобы понять, нужна или не нужна калиция, аргумент господина Анастаса. Мы предложим такие проекты, которые, посмотрите, как социалисты за это не проголосуют. Мы согласны, ребята, мы готовы голосовать за различные проекты. Но время утверждения каждого проекта, мы будем изначально к каждому проекту подходить из принципа презумпции виновности. Потому что, ребята, каждый проект это финансы, каждый проект это отдача кредита, каждый проект это нагрузка на бюджет, это отдают все кишиневцы. И мы должны тщательно-тщательно проводить проект. Так вот, это будет все происходить в рамках муниципального совета. И муниципальный совет, с учетом того, что там господин Киртуака, еще два его советника прошли, три советника. Там, к сожалению, три человека от Шора прошли. Там господин Цику прошел, ну, Цику сложит. Мандат он передаст следующему, это бывший Корнел Пынтия, бывший член партии, либеральной партии. И вот они начнут вопрос унирия, не унирия. То есть, у них задача будет готовиться на возможные досрочные парламентские выборы. Вот чем они будут заниматься. Вот чтобы предотвратить вот это и предотвратить хаос в муниципальном совете, у фракции, у блока КУМ 19 советников. Им сложно набрать 26 голосов. Господин Настас, я, наверное, не понимаю, что такое большинство. Из 51 советника принятие всех вопросов бюджетного характера, земельного характера, и так далее, необходимо большинство 26 голосов. У нас 22 голоса. Нам легче набрать еще 4 голоса для большинства. И у них 19. Им 7 человек сложно будет набрать. Поэтому мы сразу говорим, ребят, зачем заниматься какими-то извращениями. У нас есть опыт. Мы 3 года, 4 года в совете боролись за социальные вопросы. Мы зубами вырывали эти вопросы. У нас было 19 советников. Мы знали, насколько это сложно. Хитростью, скандалами, манипуляциями, драками, руганью и так далее. Мы эти социальные вопросы вытаскивали. Да, где-то вынуждены были идти, скажем так, на уступки либеральные. Мы понимали, что с дорожной фонды, к примеру, украдут много денег. Но не мы контролируем, к примеру, дирекцию главного управления транспорта и общественных дорог. Не мы контролируем. Это они занимаются тендерами и так далее. Но в ответ мы получали голосование за наши социальные проекты. Так что, чтобы все это избежать, необходимо в рамках внутренней коалиции мы определили направление развития, пришли, подняли руку. Моментально со скоростью звука будут проходить проекты решения для кишиневцев. Вот что нужно делать. И все-таки как будут после выбора строиться отношения между этими двумя политическими силами? Как вы полагаете? Я имею в виду сейчас партию социалистов и блок ОКОМ. Кто бы не победил, вот как? Кто бы не победил, мы будем нормально относиться. Наше предложение создания коалиции остается в силе. Неважно, кто победит. Я уверен в победе нашего кандидата. Он заслуживает это. И он будет заниматься развитием города. В любом случае, наше предложение о коалиции остается действующим. это единственное разумное решение. Другого решения не может быть. Единственное, что мы переживаем, следующее. Господин Анастасия надеется и очень много вопросов. Есть определенное недовольство населения медленными результатами. Либо, давайте искренне признаемся, во многом случае отсутствие результатов в правлении премьер-министра, под руководством премьер-министра Майя Санду. То есть, очень много нерешенных вопросов. И рост недовольства населения увеличивается, к сожалению. Возможны досрочно парламентские выборы. Возможно. Об этом все чаще, чаще, чаще говорят. Самая большая беда, самое большое несчастье кишиневцев. Это если господин Настаса на посту, если он вдруг станет генерального примара, мы даем гарантию, что он будет заниматься подготовкой к новому политическому сезону. Он не будет заниматься городом. Вопросы, которым он будет заниматься, я вот сейчас вангую. Вопросы, которым он будет заниматься, это вопросы популистского характера. То есть, неважно, можно взять под бешеный процент кредит, чтобы купить какие-то автобусы или троллейбусы, замылить глаза, но потом это нам всем кишиневцам придется расхлебывать. Что вы можете сказать тем, кто сомневается идти им на выборы или нет, и тем, кто категорически не хочет это делать во втором туре? Я хочу сказать, давайте начнем с тех, кто не хочет выходить на выборы. Во-первых, это даже не право, это, наверное, долг каждого гражданина. Ты не имеешь права, скажем так, предъявлять претензии к власти, если ты не участвовал на выборах. Ты просто не исчислял свой выбор. Ты не дал возможности инструментарии исполнить твои пожелания. Ты не высказал свои пожелания. То есть, каждый избиратель, приходя на избирательный участок, во-первых, мы в предвыборную кампанию собрали огромнейшее количество наказов избирателей. Мы эти наказы будем исполнять. Мы предложили нашу программу, сказали, ребята, дайте нам инструментарий, мы выполним нашу программу. Человек, он не поддержал нашу программу. Сказал, да, действительно, ваша программа замечательная, я готов вас поддержать. Он остался дома. Пеняй на себя, господин товарищ, господин избиратель. Как бы так. Те, кто сомневается, ну, знаете, как, знаете, как в школе, что ли, берешь листочек, ставишь плюсик, минус, вот, причем у каждого кандидата пишешь Ион Чубан, Андрей Анастасов, или там, Андрей Анастасов, Ион Чубан, без разницы, делишь две линии, с одной плюсик, минус, плюсик, минус, и дайте ставить плюсики, минусы. Давайте сами поиграем в такую игру. Наш Ион Чубан, образование есть? Есть. Специальное образование, магистратура, сейчас он в аспирантуре, в том числе Москва, Париж, Лодот, Берлин, это лучшие управленческие школы. Есть образование? Есть. Господин Анастас, образование есть специальное управленческое? Нет, он юрист, он прокурор. Специального образования, предусматривающего знания, как грамотно управлять город, у него нет. Дальше идем. Любой кандидат из двух этих, он будет заниматься хозяйством города Кищенева, либо он будет заниматься политикой? Наш кандидат не будет заниматься политикой, он обещает это. И если он нарушит, у него рейтинг пойдет вниз, у него будет ущемлена репутация, он на это не пойдет. Он готов избавиться, сдать свой мандат депутат, для того, чтобы стать примаром. Господин Анастас однозначно будет заниматься политикой, стартовать следующий сезон. Следующее. Нам, кто из кандидатов, кому из кандидатов понадобится больше времени, чтобы изучить город? Нашему кандидату не нужно. Он детально знает, как функционируют муниципальные советы и примария. Он детально знает каждое предприятие. Он детально... Вот знаете, самый анекдот. Когда наш кандидат задает стороннику пригорода, господина Анастаса, который апеллирует к жителям пригорода, он говорит, а какие проблемы в Трушенах? А какие проблемы в Сынджине? А какие проблемы, например, в Бубудеще? А какие проблемы в водуловодах? А какие проблемы в Бочой? Он не знает. Он не знает проблемы жителей пригородов. Поэтому каждый раз, когда он встречается с жителем пригородов, он говорит, но Элупте мы освободим, мы сделаем самое-самое лучшее. Мы самое-самое лучшее. Ребята, самое-самое лучшее это не подход. Мы говорим, да, мы будем производить, заниматься сборкой автобусов здесь. Почему здесь? Потому что это удешевита стоимость автобусов на 20-30%. Так как мы уже собираем троллейбусы, они дешевле на 15-20%, чем если этот же троллейбус купить на заводе в Минске, в Минске-Белорусское совместное предприятие. То же самое можно сделать на базе нашего автобусного парка и дать нашим мужикам работу, чтобы они здесь работали, зарабатывали деньги. Плюс они же платят место. Вот только несколько примеров. Дальше, у кого хороший доступ к инвестициям, ну давайте на Западе. Да, у Настаса очень хороший доступ. Да, у него, как он говорит, у меня много примаров. А что, у нашего кандидата плохие? Нет, он сказал, мы и с мэром Берлина общались, и с, другие у нас целые, в Академии наук Румынии, есть примары Румынии, посол Франции, готов всю поддержку, говорит, что вам надо? Вот наш кандидат был в ванецких городах Франции, общался с примарами, мэрами французских городов, которые просто в шоке от того, что, вот вы знаете, вокруг французского посольства застроена благодаря Киртуаке, который говорил о Берлине. Да, я знаю эту историю. Что вам еще сказать? То есть, образования нет у нашего оппонента, специальных знаний нету, детальных знаний нету, ему понадобится минимум полгода, чтобы понять, как функционирует примария. И, господин сомневающий, уважаемый, сомневающийся люди, которые не знают, кого выбрать, выбирайте разумом. Плюсики-минусики поставите, вы поймете, кто лучше. У нас единственный лучший кандидат – это наш, Иоанн Чубан. Это объективно, это логично. Голосуйте за Иоанна Чубана. Давайте дождемся, как проголосуют наши избиратели. Уже времени осталось у нас не так много, как хотелось бы. А мне остается вас поблагодарить за эту беседу. Спасибо вам большое. Да, за то, что вы пришли и так все доступно и понятно объяснили. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok